МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс программа ПОСФАКТОМ мы расскажем о преступлениях, правонарушениях и ДТП, которые произошли в нашем регионе за последнее время. Начнем сегодня с трагического случая. Смерть по неосторожности. Именно так квалифицировали трагический случай, произошедший между двумя знакомыми, отправившимся на совместную охоту. Подробнее в нашем первом сюжете. Житель Барановича обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего охотника. Сейчас Барановичской межрайонной прокуратурой направлено уголовное дело в суд. По данным следствия, днем 6 декабря 2020 года мужчина со своим 68-летним знакомым отправился на охоту в лесной массив на территории Барановичского района. В лесу мужчины распивали спиртное, разложив на земле продукты питания. Непоставленное на предохранитель заряженное ружье находилось на плече обвиняемого. Наклонившись за продуктами, он удерживал его за приклад, направив тем самым ствол в сторону своего товарища. Во время наклона спусковой крючок ружья зацепился за ножны ножа, закрепленного на поясе, в результате чего произошел выстрел. В результате действия обвиняемого знакомый получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте происшествия. Смерть потерпевшего наступила от огнестрельного сквозного ранения шеи, свинцовым зарядом с повреждением 6-7 шейных позвонков, разрывами правых позвоночных артерий и вены, размножением спинного мозга на этом уровне. Еще раз подчеркнем, что на момент происшествия оба участника и пострадавший, и обвиняемый находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время к обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Действия обвиняемого были квалифицированы по части 1 статьи 144 ГК Республики Беларусь, а именно причинение смерти по неосторожности. 8 марта женский праздник, который некоторые восприняли как призыв выпить, невзирая ни на какие обстоятельства. Утром 8 марта в Баранчах на улице Восточный проезд наряд ГАИ обратил внимание на виляющий по проезжей части КИА. Инспекторы ГАИ подали водителю сигнал об остановке. За рулем оказалась 48-летняя барановичанка с визуальными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского свидетельствования горожанка отказалась. Установлено, что женщина уже трижды привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и в настоящий момент лишена права управления транспортным средством. В отношении водительницы составлен административные протоколы за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Девушка, выходим из машины. Да, спичку найдем. Вы откуда вообще едете и куда? Пойдемте к служебному автомобилю. Пройдемте со мной к служебному автомобилю. Давайте только сойдем с проезжей части, чтобы у нас машина никакая не переехала. Я вас прошу, пройдите, пожалуйста, к служебному автомобилю. Как вы себя чувствуете? Присядьте. Присядьте на переднее сидение. Девушка, стоим на месте. Вы куда пошли? Девушка, я же вам сказал, постойте на месте. Все, вот здесь возле машины обоплитесь и стойте. В Барановичах на улице Бреской произошло очередное ДТП. На этот раз столкнулись два легковых автомобиля, один из которых выбросило на тротуар. Подробности произошедшего далее. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло 5 марта на улице Бреской, прямо возле пожарной спасательной части Барановичского ГРОЧС. В аварию попали серый Киа и черный Опель. ДТП произошло днем на улице Бреской, где в это время было интенсивное движение, что значительно осложняло дорожную обстановку. Кроме того, на участке, где произошла авария, дорожная обстановка осложнена еще и тем, что там большое количество автомобилистов стараются припарковать свои транспортные средства, причем далеко не всегда по правилам. Как стало известно со слов очевидцев, автомобиль Киа стоял припаркованный у края проезжей части, прямо возле бордюра. В определенный момент водитель данного автомобиля начал движение и при этом, объезжая стоящий в пробке транспорт, не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Опель. Удар был настолько сильным, что серый Киа отбросил на тротуар, в то время как Опель выскочил на встречную полосу. К счастью, в результате столкновения никто из случайных прохожих, которые шли по тротуару, не пострадал. Люди, находившиеся в транспортных средствах, также в результате аварии не пострадали. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств, что дорога является местом повышенной опасности, требующим неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, как отмечают в ГАИ, в последнее время увеличилось количество ДТП, совершенных по элементарной невнимательности. Причем водители все больше отвлекаются на посторонние вещи, в особенности на мобильные телефоны, подвергая опасности не только себя и пассажиров, но и случайных прохожих и других участников дорожного движения. В Барановичах вынесли приговор учителю физкультуры, который ударил в пах своего ученика. В конце ноября прошлого года учитель физкультуры средней школы номер 12 ударил коленом в пах одного из учеников 9 класса. Мальчику пришлось делать операцию. Напомним, конфликт между учителем и учеником произошел после того, как учитель физкультуры застал своего ученика курящим в раздевалке школы. В отношении учителя было возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений. Суд признал обвиняемого виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Отделом внутренних дел Барановичского горисполкома устанавливается личность мужчины, который нашел и воспользовался чужой банковской платежной карточкой в магазине «Копеечка» по улице Минской в городе Барановичи, рынок «Афгансервис». Просьба гражданам, которым что-либо известно о личности данного мужчины, сообщить по телефону 48 47 52 либо 102. Отдел внутренних дел Барановичского горисполкома устанавливает личность мужчины, который нашел чужую банковскую платежную карточку и воспользовался ею в магазине «Соседи» на улице 50 лет в ЛКСМ в городе Барановичи. Просьба гражданам, которым что-либо известно о личности данного мужчины, сообщить по телефону 48 47 52 либо 102. Еще двое жителей Барановичей стали жертвами интернет-мошенников. У 25-летнего горожанина с карты пропало 1200 рублей, а 308-летняя жительница города лишилась 270 рублей. В феврале мужчина вел данные своей банковской карты, перейдя по ссылке, которую ему прислал незнакомый человек якобы для перечисления платы за приобретаемый товар. После того, как данные карты были введены, с нее произошло списание денег. Также в феврале на мобильный телефон 38-летней жительницы города позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, который сообщил женщине, что ее счета кто-то пытается снять деньги. Для того, чтобы отменить операцию, попросил указать данные ее карточки, что гражданка и сделала. Затем женщина обнаружила, что с ее карты пропало 270 рублей. В службу спасения 101 в городе Барановичи местная жительница сообщила о том, что на улице 50 лет БССР на игровой площадке между качелями застряла лапка ее собаки. Животное нуждается в помощи. Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента извлекли собаку. Состояние животного удовлетворительное. В ветеринарной помощи собака не нуждалась. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok